Кировские полицейские раскрыли убийство, замаскированное под безвестное исчезновение. В мае прошлого года житель Слободского района поехал в Москву на заработки и пропал. Как удалось выяснить следователям, его убил знакомый, а после спрятал тело в лесу. Подозреваемый под стражей о других происшествиях смотрите далее. На трассе Киров-Советский Иранск насмерть сбили пешехода. Фото с места происшествия появилось в интернете. 20 июня в черте города люди увидели на дороге тело мужчины. Как выяснилось, его сбила Лада Гранта. За рулем которой был 34-летний водитель. Человек переходил дорогу по пешеходному переходу. Машина ехала на большой скорости. Пешехода откинула от зебры на несколько метров. От удара 60-летний мужчина погиб на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Москву подтопило дождем. 20 июня в столице выпало около 70% месячной нормы осадков. В результате сильного дождя с грозой и градом несколько улиц и подземных переходов оказались затопленными. По словам местных властей, причиной подтопления стала листва, попавшая в канализацию. Последствия быстро устранили. А в одном из городских парков от удара молнии пострадали два человека. Их госпитализировали. Рано утром 21 июня в Самаре в жилом доме рухнули перекрытия. При этом возгорания не было, несущие конструкции не пострадали. Обошлось без жертв. Незначительное телесное повреждение получили две женщины. Им оказывается медпомощь. Предположительно, это был взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело. В Орле задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений и денег из жилых домов. С начала этого года было совершено несколько подобных преступлений. Злоумышленник проникал в дома через окна. В одном случае в квартире находилась хозяйка. Угрожая кухонным ножом, преступник вынудил отдать сбережения. В другом случае в доме оказался восьмилетний ребенок. Вор его обманул, представившись знакомым родителей, и похитил золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей. Похитителя задержали при попытке сбыть награбленное. Возбуждено несколько уголовных дел.